Работы по реконструкции стадиона «Саулук» в Карачаевске уже начались. Напомню, что недавно его посетил глава республики Рашид Тимрезов и поручил начать ремонт. С самого утра на его территории работает строительная техника. Администрация города совместно с Министерствами спорта и строительства провели совещание, на котором обсуждали все нюансы предстоящих работ. Подробности узнавал Аслан Гирюгов. С самого утра на территории стадиона довольно шумно. Но это не от соревнований и состязаний, а от строительных машин. Работы по реконструкции начались практически сразу после указа главы республики. На протяжении многих лет на территории стадиона не было ремонта. А ведь когда-то «Саулук» являлся площадкой для многих спортивных мероприятий, как городского, так и республиканского масштаба. Помимо этого, во время учебного года для студентов здесь проходят пары по физической культуре. На данный момент строители снимают старый слой асфальта и бордюры. Скоро их заменят на новые. Но все это лишь приготовление глобальным переменам в жизни стадиона. Реконструкция была необходима. Почему? Потому что этот стадион уже просуществовал большое количество времени без капитального ремонта, без реконструкции. На сегодняшний день здесь все обвешало. Начиная от трибун, заканчивая самим футбольным полем, легкоатлетическим ядром. Это необходимо делать для дальнейшей деятельности на этом поле, на этом стадионе. Город Карачаевск спортивный город. Здесь большое количество людей, которые занимаются физической культурой, спортом. Хотя и постоянно пополняется копилка инфраструктуры спортивной. Также на территории стадиона прошло совещание, участниками которого были представители Министерства строительства и спорта республики, а также администрация города во главе с мэром Карачаевска Аликом Динаевым. Поднималось большое количество проблем и вопросов. Одной из первых задач стало освещение стадиона и футбольного поля, чтобы в будущем люди могли играть в темное время суток со всеми удобствами и комфортом. Здесь по освещению проблемы. То есть на сегодняшний день освещения практически отсутствует. Вечером темнота здесь. То есть принято решение о установке дополнительных матчей. То есть чтобы в принципе по концовке, в конце мы будем видеть, что и ночью будет возможность здесь не только прогуливаться, но и играть в футбол, просто бегать, в общем заниматься какими-то видами спорта даже ночью. Вот далее у нас была проблема с дорожным, то есть покрытием именно. Сейчас мы проводим реконструкцию, то есть демонтаж, демонтаж асфальтно-бетонного покрытия, тех же бордюров, тех же дорожек. Помимо этого обсудили состояние трибун. Кемал Каракотов отметил, что экспертиза подтвердила их пригодность для реконструкции. Трибуны, как и весь стадион, будут облагорожены, а также будут установлены тренажеры и площадка для воркаута. Данный стадион является одним из излюбленных мест города. Его посещают как взрослые, так и дети. И новость о реконструкции радует многих жителей. Пройдет немного времени, и новый стадион с комфортными условиями будет радовать жителей. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.